В эфире новости Анапа Регион, в студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня в выпуске. В помощь бизнесу на заседании Совета по предпринимательству обсудили виды государственной поддержки и новые методики продвижения товаров и услуг. Взрывоопасный фейерверк. Как отличить контрафактные пиротехнические изделия от сертифицированных? Место притяжения. Вторую жизнь получил сквер-строитель, который в этом году вошел в программу «Комфортная городская среда». И начнем с главного. В Анапе устраняют последствия стихии, которая нанесла удар этой ночью. Многочисленные обрывы линий электропередач и поваленные деревья оставили 10 тысяч жителей без света. Уже утром электричество вновь пришло в дома анапчан. За ходом работ следила наша съемочная группа. Это последствия штормового ветра на улице Кирова. Его порывы достигали 25 метров в секунду. Огромный тополь не выдержал и ночью рухнул прямо на проезжую часть, повредив провода, опоры освещения и дорожную инфраструктуру. На помощь городским коммунальщикам пришли сотрудники МЧС. Совместными усилиями ствол дерева был распилен, а проезжая часть освобождена от обломков. Полным ходом идут восстановительные работы по подаче электроэнергии в этом районе. Все коммунальные службы выведены и они сейчас работают в повышенном режиме. Более 100 человек устраняем. Аварийные деревья, баннеры, потом делаем ревизию полностью ливневых систем. В ликвидации последствий было задействовано 17 бригад энергетиков, 4 бригады управления ЖКХ, а также сотрудники других коммунальных предприятий города. В 10 часов утра в дома 5000 анапчан вернулся свет. Основной проблемой для коммунальщиков стали поваленные деревья. На улице Астраханской старое дерево упало на частное домовладение. Только чудом не пострадал стоящий рядом автомобиль. Ворота приняли основной удар на себя. Ночью, примерно пол пятого утра, мы проснулись с мужем от сильного треска и выбежали на улицу. Но открыть калитку мы, соответственно, не смогли, потому что дерево повредило и погнуло ворота. Соответственно, мы были изолированы. Нам пришлось перелазить через ворота, чтобы хоть какими-то способами освободить машину из-под дерева. Мы сами спиливали ветки. А это уже улица Крымская. В районе пятой школы напора ветра не выдержала сосна. Сразу две ветки, общим весом почти в тонну, упали на тротуар, заблокировав проход в пешеходной зоне. Работы по ликвидации последствий ураганного ветра с дождем продолжаются. По прогнозу спасателей, уже к этому вечеру стихия пойдет на убыль. Руслан Душевский, Михаил Григорьев, Анапа. Регион. И к другим темам. Виды государственной поддержки, изменения форм отчетности и ставок налога на имущество, курортные сборы, новые методы продвижения товаров и услуг. Эти вопросы обсудили на заседании Совета по малому и среднему предпринимательству под председательством главы Анапы Юрия Полякова. В работе участвовали депутаты, руководители предприятий санаторно-курортного комплекса, торговли и общественного питания, представители кредитно-финансовых учреждений. Власть в нынешних экономических условиях делает особую ставку на малый и средний бизнес. Именно он в силу своей мобильности и гибкости может мгновенно реагировать на меняющуюся обстановку, оперативно заполнять освобождающиеся рыночные ниши, а это и доходы в бюджет, и сохранение рабочих мест. Выигрыши остаются все. Именно поэтому в последние годы правительством большое внимание удеряется созданию и развитию инструментов государственной поддержки малого среднего бизнеса, включая льготное налогообложение, предоставление микрозаймов, гарантий, кредитов на льготных условиях. О кредитах поговорили отдельно и подробно. За пять лет своего существования Государственный фонд микрофинансирования Краснодарского края выдал более двух миллиардов рублей предпринимателям на весьма выгодных условиях. 70% это, конечно, сельхозники, потому что у нас край аграрный, но остальная масса предпринимателей это оказание услуг, строительство, промышленность и так далее. Здесь широкий спектр у нас предоставления этих услуг. Мы предоставляем до 3 миллионов рублей под процентную ставку 5,5% годовых, 5,75% годовых, 6,7% годовых, в зависимости от того, на какие цели вам нужны финансовые средства. Воспользоваться этим могут и анапские бизнесмены. В Центре поддержки предпринимателей, который открыт в нашем городе, обещают помочь всем. Актуальность предложения доказывают цифры. Сегодня официально зарегистрировано 13 тысяч предпринимателей. Они дают работу почти 30 тысячам человек. Только за год их количество выросло на 8%. Отличные показатели и по курортному сбору. Поступила от Анапы фонд развития курортной инфраструктуры 18,7 миллиона рублей. В денежном выражении планы перевыполнили более чем на 5 миллионов. Уже сейчас, если говорить о процентах, это 137% у нас в росте. Все средства будут направлены на развитие курортной инфраструктуры. Реконструкцию набережной, украшение города малыми архитектурными формами, обновление подсветки. В следующем году количество зарегистрированных туроператоров должно существенно вырасти. А общая цифра курортного сбора планируется на уровне 29 миллионов рублей. Анапа за последнее время зарекомендовала себя как один из лучших курортов Черноморского побережья. Эти позиции необходимо не только удержать, но и улучшить. Тем более потенциал для этого есть. На примере телерадиокомпании «Анапа-регион» предприниматели познакомились с новыми методиками и технологиями продвижения товаров и услуг в интернете. Сегодня присутствие в глобальной сети – одно из главных условий успешного ведения бизнеса на курортной территории. Ведь основные потребители услуг – это люди, которые приедут отдыхать в наш город. Однако, по мнению присутствующих, нельзя забывать и о том, что и местные жители должны знать, что происходит в муниципалитете. Очень много вопросов поступает, в том числе и среди предпринимателей, а что будет с местными телерадиокомпаниями после перехода на так называемое цифровое обещание. Скажу сразу, что, по сути говоря, для нас, для телекомпании «Анапа-регион» ничего не поменяется. Мы к работе так и будем работать. Из аналогового обещания идут федеральные каналы. Нас смогут смотреть также в аналоге те, кто не имеет технической возможности перейти на цифру. И даже те, кто подключился в автоматической настройке, наш канал будет ловить все телевизоры. Предпринимательство, по словам главы «Анапы», сегодня является одним из ключевых резервов роста экономики курорта. И в нашем городе, заверил Юрий Поляков, будут создаваться максимально благоприятные условия для развития бизнеса. Никита Бойко, Сергей Корабельников, Михаил Григорьев, «Анапа-регион». Отель «Давиль» получил благодарность законодательного собрания Краснодарского края. В этом году в нем отдохнули более 12 тысяч туристов. Он принес свыше 400 тысяч рублей в копилку курортного сбора и занял второе место на конкурсе лидеров туристской индустрии «Курортный Олимп» в номинации «Лучшее средство размещения», предоставляющей услуги по системе «Все включено». Крым открылся, Турция, Египет. И все равно вот такие отели вашего класса, они становятся все более востребованы. По классу «Все включено». Наша задача – радовать тех гостей, отдыхающих, которые приезжают к нам. И дай Бог, чтобы их было больше. И с помощью вашего труда, конечно, мы этой цели достигнем. Огромное вам спасибо за ваш труд. Тем более он был оценен и руководством края, и нами оценен, соответственно. И в этом году у нас результаты по городу очень-таки приличные. На 15% практически повысили нашу емкость, нашего курорта. Спасибо вам огромное за работу. Еще раз с праздником вас, с наступающим. Счастья, здоровья, успехов в новом году. Управление торговли совместно с пожарной службой продолжает инспектировать пиротехнические магазины. Специалисты проверяют помещение, уголок потребителя, а также лицензия на товары. Риды проводятся в ежедневном режиме. С предпринимателями беседуют пожарные инспекторы и напоминают правила безопасности. Фейерверки в коробке на полу, огнетушителей нет, а на документах отсутствует дата. Этот магазин на улице Горького специализируется на продажу сувениров. Однако в преддверии новогодних праздников предприниматель решил расширить ассортимент. Вывески не имеются, огнетушители на данном объекте тоже отсутствуют. Лицензии и сертификаты на данную продукцию тоже отсутствуют. Нарушителям грозит довольно солидный штраф – от 5 до 100 тысяч рублей. Сумму определит суд. В центре внимания инспекция – пожарная безопасность. Доступ к фейерверкам должен иметь только продавец. Обязательный пункт – огнетушители и уголок потребителя с информацией для покупателей. Этот магазин возле Южного рынка комиссия считает образцовым. Помещение полностью соответствует правилам пожарной безопасности, оформлены специальные стенды и вывески. Приобретать пиротехнические изделия необходимо только в специализированных торговых точках. При покупке пиротехнических изделий необходимо обратить внимание на целостность упаковки, дату производства, срок годности, наличие русскоизучной инструкции по применению. Проверить срок годности фейерверков, а также увидеть сертификаты могут и покупатели. Продавец обязан предоставить копии документов. Если магазин не имеет разрешения на торговлю или не сертифицирован сам товар, это грубое нарушение. С жалобами на недобросовестных предпринимателей Анапчане могут обратиться в управление торговли по телефону 20816. Ирина Меркурьева, Ксения Сипко, Роман Беркалиев, Анапа. Регион. Мы продолжаем рассказывать о результатах реализации программы формирования комфортной городской среды на курорте. Помимо шести дворовых территорий в нее попала и одна общественная. Вторую жизнь получил сквер-строитель в 12 микрорайоне. Сквер-строитель в этом году стал первой общественной территорией, которая попала в программу «Комфортная городская среда». Ход работ контролировал лично глава города. Всего за несколько месяцев на месте практически заброшенного парка появилась многофункциональная площадка, на которой для каждого найдется место. Сквер-строитель у нас очень древний, можно сказать. Более 40 лет ему, этому скверу. Здесь у нас как-то кинотеатр был такой летний. Ну и все, конечно, все, себя и жил. Вот. Поэтому мы очень мечтали об этом сквере, чтобы у нас очень было здесь красиво как-то реализовать наши, как говорится, наши предложения. Можно сказать, что это свершилось. Это наше, можно сказать, что это детище. Мы попросили, чтобы у нас было отдельно, допустим, две зоны. Одна зона более такие взрослые детвора. Вот. Там вторая территория, там для самых маленьких. Спасибо, это все сделали. Здесь у нас не хватало, обычно лавочек мало было, дорожки все были разбиты, освещение было, ну, жила лучше. Конечно, сейчас все, что стало, у нас там много-намного лучше. Новые красивые, значит, эти вот подсветки сделали, новые пешеходные дорожки. Вот для наших здесь мужчин обычно собираются доминошники, как говорится, дедульки, старейшины. Вот. Для них это все тоже обустроили. Тренажеры поставили. С нуля сделали вот спортивную площадку, огородили. Теперь уже мяч сюда не будет, как говорится, падать. В общем, в принципе, очень-очень хорошо. Общая площадь более 5000 квадратных метров. Здесь установили камеры видеонаблюдения. А местные жители ежедневно обходят территорию и наводят порядок. Будем стараться работать над этим вопросом, чтобы все было красивее и красивее. Скверстроитель – это уже сегодня место притяжения для жителей всего 12 микрорайона. Но самые главные хозяева нового сквера – это дети. Для них здесь созданы все условия. На этом местные жители останавливаться не собираются. По их словам, новый сквер должен стать отправной точкой по благоустройству всего микрорайона. Ирина Меркурьева, Сергей Корабельников, Михаил Григорьев. Анапа. Регион. Далее информация о партнере программы. Тренажерный клуб «Витязь» предлагает провести в порядок фигуру по специальным сниженным ценам. Не упустите возможность. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте. Анапа. Регион.рум. Я с вами прощаюсь. До встречи. Тренажерный зал «Витязь». Все виды тренажеров. Отдельный кардиозал. Женский зал. Вертикальный солярий и инфракрасная сауна. Школа бокса. И, конечно, настоящая спортивная атмосфера. Абонемент для женщин всего от 800 рублей. «Витязь». Анапа. Самбурово. 254. Мы делаем спорт доступным. «Витязь».